Самка-комара, если учует запах пота человека, преодолеет десятки километров. Укусит, мало не покажется. Самое меньшее зло – зуд и жжение. Ну или пятнышко появится навсегда. Вот такой очень интересный пример. Человек укусил комар. На этом месяце, через какое-то время, вырос самый настоящий внутридермальный нелус. То есть такая светленькая, руденькая. Большее зло, хоть в это и сложно поверить, – заражение энцефалитом. Комары его переносят так же, как и клещи. Различные виды лихорадок. Анемия может наступить. Очень серьёзное заболевание – баррелиоз. Это поражение суставов. И также не менее опасна малярия. Уже известно, что в России появились и малярийные комары. Во время укуса брюшко малярийного комара направлено вверх. В то время как обычный сидит параллельно коже. Место укуса тоже имеет значение. Если у вас укус в области шеи комара, то нужно понимать, что при аллергической реакции у человека у него может остановиться дыхание. Если укус в область глаза, то помимо того, что это будет довольно серьёзная отёчность, человек может и зрение потерять. Различные спреи и мази помогут, но лишь на 2-3 часа, пока будут перебивать ваш естественный запах. А просроченный тюбик и вовсе может вызвать аллергию. С фумигаторами тоже не всё так просто. Пользоваться ими нужно крайне осторожно. Включать не дольше, чем на 2-3 часа. И уж ни в коем случае не на всю ночь. Вся вот эта газация, в кавычках, квартиры приводит к тому, что вы дышите этим. А это высокотоксичные вещества. В борьбе с комарами помогут натуральные сильные ароматы. На природе кожу можно натереть духами или эфирным маслом. Или расположиться возле грядки с ботвой томатов. И, конечно, разжечь костёр. Идёт выделение большого количества дыма, то, в общем-то, ориентация у самки, конечно, нарушается. Это не потому, что её дым отпугивает. Она чувствует этот дым, но она не чувствует человека. Если же комар сядет на кожу, не прихлопывайте его, а просто смахните рукой. Место укуса покраснило? Разведите 3 столовых ложки соды с водой и протрите кожу. Это снимет зуд.